Приветствую вас, братья и сёстры. Меня зовут Александр Сергеевич, фамилия моя Зимин. Я пастор церкви Сахалина. Какими судьбами я здесь? Я здесь судьбами тем, что с братьями вашими мы вместе раз в полгода собираемся, чтобы вместе иметь общение вокруг Слова Божьего. Сам я пастор церкви, женат, 20 лет в браке. Воспитываем дочь. То есть опыт в браке в принципе у меня есть. Почему я об этом говорю? Потому что хочу вместе с вами прочитать из послания Коринфянам, из седьмой главы. Такая практическая глава о семье и браке. С первого стиха. «А о чём вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Вот представьте себе, если бы я проповедовал, вырвав текст из контекста. Вот сказал, всё, это вот тема моей проповеди. Хорошо человеку не касаться женщины. Мужчины, которые рядом с женщиной сидят, да, вы прикоснулись, наверное. А это нехорошо. Но, наверное, было бы справедливо, если бы вы сказали, брат, подожди-ка, ну давай так контекст почитаем. Но, к сожалению, бывают такие проповедники, которые вырывают текст из контекста, и поэтому вы бодрствуете. И даже если вы видите подозрительный текст, вырванный из контекста, вы посмотрите пошире. И поэтому я предлагаю вам прочитать всю главу, чтобы рассмотреть контекст целиком, и дальше я скажу, о чём я буду проповедовать. С первого стиха. «А о чём вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание буда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Павел на тот момент был неженат, и его желание, чтобы все оставались неженатыми. «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, а другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную, или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны к миру, привязал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так и я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в таком каждый и оставайся перед Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучше признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорбь по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья. Время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот, а не женатый. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть раздавидность между замужней и девицей. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений. Наверное, вы слышали такую идею, что Господу нужно служить без развлечений. Вот шуточки вот эти вот, хихоньки да хахоньки. Но апостол Павел обращается в контексте развлечений брака. То есть для него брак – это развлечение. Понимаете, да? Мы же в контексте. То есть он все это время говорил о браке, а не о хихоньках и хахоньках. Говорит, что я хочу, чтобы вы не женились и без развлечений служили Господу. Таков контекст. Ну давайте продолжим дальше. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но, будучи властен своей воли, решился в сердце своем соблюдать свою деву, то хорошо поступает. Ну здесь речь идет о дочери. То есть если кто-то воспитывает дочь, и она живет в доме отца, и вот уже, так сказать, пора замуж выходить, и он думает, выдавать ли ее замуж или не выдавать, ее мнение в тот момент тогда никто и не спрашивал. Ну хочешь, если ты отец выдает замуж, ну нормально, выдай. А если все-таки у тебя есть, как он сказано, если ты, не будучи стесняем нуждою, потому что, ну дочка, если живет в доме отца, ее все-таки кормить, поить надо, но если у тебя есть на это деньги, ну тогда можешь и не выдавать ее. Наверное, для нас уже в нашем контексте, да, это очень сложно применить. Ну я не знаю, может быть, кто-то из вас и слышал проповедь об этом. Вот я с 96-го года верующий, вот я ни разу на этот текст не слышал проповедь. Вот выдавать, я дочь воспитываю, выдавать ли мне свою дочь замуж или не выдавать, да, ну пока она еще маленькая, ну что с ней делать? Но речь не об этом, а немножко о другом, просто вот читая контекст, мы немножко погружаемся в исторический контекст. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Опять апостол Павел как будто бы такой вот антибрачник, да, то есть против браков выступает. И вот он дальше продолжает. Жена связана с законом, доколь жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, то есть если она все-таки захочет не выходить замуж, она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я Духа Божия имею. Потому что здесь апостол Павел неоднократно скажет, ну вот я даю совет, я даю позволение. А все-таки глава-то заканчивается тем, что, ну все-таки совет это я даю не просто сам от себя, а Духа Божия имею. Да, и вот здесь вот тоже такой интересный нюанс. О чем же я хочу проповедовать? Я вижу, что главная мысль этого текста следующая. Павел отвечает коринфянам на их письмо. Именно мужской категории. Мужчины написали ему письмо. Письмо на тему, а хорошо ли человеку не касаться женщины. И вот Павел отвечает коринфянам на это письмо о браке и о безбрачии в контексте служения. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, почему вообще появилась эта глава. То есть что такое вот, что поспособствовало. Ну и нам на этот ответ дает первый стих. Хотим или не хотим, оказывается, есть такое письмо, которое коринфяне написали Павлу. Я даже думаю, что оно не одно. И вот апостол Павел ссылается на это письмо. Слава Богу, оно утеряно, его нет, оно не богодухновенно. В тексте священного писания его нет, но Павел на него ссылается. Он говорит, вот вы мне писали, хорошо человеку не касаться женщины. Там, видимо, они полную такую доктрину, почему же хорошо человеку. Но слово человек имеется в виду мужчина, потому что греческое слово человек, это андре означает муж. То есть вот эти мужчины собрались и такие, так, ну что, вот как нам быть духовнее? Вот как? И кто-то такой из мужчин. А давайте женщин касаться не будем. И я не говорю уже там за косынки, или за сережки, или за длину юбок. Они вообще, то есть дошли до такого состояния, все. Вот прикоснулся женщины, уже не духовный. И вот они целое письмо апостолу Павлу написали. И апостол Павел, ну ему нужно как-то ответить. И понимаете, он попадает в такое, знаете, как между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, сам Павел не женат. И, наверное, он бы мог написать, да, братья, я с вами, я тоже не женат. Правильно, не касайтесь женщин. И, в принципе, он неоднократно это здесь скажет. И, наверное, сейчас те, кто еще не женат, не замуж, такие, о, хорошо, повезло. Вот тут вот сказано, да, вот почему я не женился. Но все-таки Павел понимает, что институт брака установлен Богом. И нужно так раскрыть тему, чтобы братья поняли, что брак важен для жизни. И вообще, почему возник этот вопрос? Ну, я знаю, что ваша церковь имеет такую длительную историю. Моя церковь, где я пастырствую, там она чуть-чуть поменьше, помоложе. Вот. И у вас есть свои традиции. И вот даже если сегодня придет к вам 100 человек новообращенных, и вот они придут, допустим, в шортах или в коротких там рубашках, придут и скажут к пастру, вот мы хотим крещение, мы верим в Господа, крести нас, пастор. Ну, наверное, пастор скажет, ну, знаете, вот в нашей традиции церкви он начнет рассказывать, объяснять какое-то наставничество, какие-то курсы. То есть будет какой-то процесс. Потому что есть те, кто давно ходят в церковь, а есть те, кто недавно пришли. И те, кто недавно пришли, у них есть вопросы. А те, кто давно ходят, у них есть ответы. Это нормально, да, это называется наставничеством. Ну, вот представьте себе коринфскую церковь. Апостол Павел пробыл в Коринфе, исходя из 18 главы Деяния апостолов, минимум полтора года. Организовал там церковь вместе с Акилой и Прескилой. И Бог, когда апостол Павел, скорее всего, хотел уже уйти из Коринфа, обращается к нему и говорит такую фразу. Это 18 глава 9-10 стихи. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». То есть Коринфе, а Коринф город такой, знаете, развращенный город, портовый город, там много всякого греха было. Но Бог говорит, что у меня в этом городе много моих людей. И поэтому, если вы откроете послание Коринфянам 1 глава 1 стих, то вы увидите, что Павел обращается к Коринфской церкви как к святым, праведным, верным, одаренным всякими духовными дарами. То есть он не называет, ах, вы такие вот грешники, при том, что мы знаем, читая послание Коринфянам, там у них разборок хватало, разделений хватало. А почему так? Ну потому что Павел ушел, и вот эти люди, которые полтора года верующие, в принципе, мы бы могли назвать сегодня их новообращенные, плюс-минус. И вот эти новообращенные, их некого наставить. Павел ушел, Акил и Прескил тоже ушли. И что делать? И вот начинается, знаете, кто во что гораст. И они начинают делиться на такие группки. Один говорит, а я Христов, меня там, вот я во Христа верю. Ну начали там кто-то, я Павлов, меня сам Павел крестил, а я там еще чей-то, а я еще чей-то. А я вообще Христов. Разделение. И они начинают это разделение, и вот среди всех вот этих групп, группировок в этой церкви находятся, ну, наверное, которые считаются наиболее духовными, которые говорят, а мы вообще женщин не касаемся. Вот это духовность. Вот это, да, такие мужчины, там сидят отдельной группочкой такой, женщин мы не касаемся. И Павел, он тоже был не женат. И целое письмо они написали апостолу Павлу. И Павел начинает отвечать постепенно на эти вопросы. Итак, я еще раз назову главную мысль. Павел отвечает коринфянам на их письмо о браке и о безбрачии в контексте служения Богу. И здесь мы сейчас с вами поговорим и о причинах, по которым нужно вступать в брак, и об атрибутах брака, и о причинах безбрачия, и об атрибутах безбрачия. Ну, давайте, самая первая причина, которая написана во втором стихе. Апостол Павел скажет, причина вступления в брак – любовь. Так написано? Потому что брат полюбил сестру, красивая. Или сестра полюбила брата. Это причина? «Но во избежание блуда», то есть во избежание греха. Женщин, конечно, может быть, и хорошо не касаться, размышляет Павел, но греха-то много, и вы живете в таком городе, где довольно-таки много греха. И что делать? Что делать в такой ситуации? Посмотрите, шестая глава начинается с девятого стиха следующая. Шестая глава, девятый стих. «Или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники». И дальше там перечисляет, перечисляет. «Царство Божие не наследует». И он говорит этим братьям, братья, «А вы уверены, что вы настолько сильны, что вы способны самостоятельно вот так вот выдержать этот грех? Вы в себе уверены? Потому что если вы не уверены, то вам не мешало бы вступить в брак». Это, знаете, эта глава, она абсолютно неромантичная. Здесь Павел не говорит ни о чувствах, ни о любви, ни о том, кому кто нравится. Он говорит о том, как сделать так, чтобы человек, который слаб в каком-то грехе, все-таки наследовал Царство Божие. «И брак – это все-таки спасение от этого греха», скажет апостол Павел. «Много греха». И поэтому во втором стихе он именно вот эту фразу и заявит. «Во избежании этого греха». Я не буду уже называть. По-гречески это, знаете, такое слово, которое сегодня у многих на слуху. Это порнео. Разврат. И вот Павел говорит, много всякого вот этого, всего греха. Очень много. И вот чтобы спастись от этого, то нужно вступить в брак. И это причина, почему люди вступают в брак. И это нормально, скажет апостол Павел. И даже сегодня этого греха достаточно. Сегодня этого греха достаточно, и он стал доступнее даже, чем был тогда. Понятно, что тогда были различные вот эти вот храмовые всякие дела, там можно прийти, еще что-то нагрешиться, как говорится, вдоволь. И они, будучи неверующими, так и поступали. И вот они уверовали. И, наверное, эти мужчины когда-то, может, у них были подобные. И они такие, ну, это там такой разврат. Лучше туда вообще не ходить. Лучше вообще женщине не касаться. Но Павел скажет, наверное, лучше все-таки, чтобы была жена. И чтобы быть женатым человеком или замужней женщиной. И поэтому мы с вами понимаем, что причина вступления в брак – сохранение себя от греха. Но также есть атрибуты у брака. И первый атрибут брака – брак спасает от греха. Если ты в браке, то ты имеешь вот это спасение. И в 9 стихе апостол Павел, 7 главы апостол Павел скажет, «Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, потому что лучше вступить в брак, нежели разжигаться». И вот здесь апостол Павел начинает объяснять эти причины. Слово «воздерживаться» – это такое интересное слово в греческом языке, которое означает «не имеет над собой власти». То есть если ты не можешь совладать с этим грехом – женись. Если ты не имеешь над собой власти – вступи в брак. Лучше тебе вступить в брак, чем разжигаться, скажет Павел. Второй атрибут брака – это также в 3 стихе, 3-5 стих – это люди, которые вступили в брак, они не свободны. Павел скажет в 3 стихе, «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». И слово «оказывай» – это слово означает «отдавай». Это ты должен. То есть если ты в браке, ты должен отдать себя в этом браке для своей жены. Ты себе не принадлежишь. В 4 стихе Павел скажет, «жена невластна». И вот это вот интересно. Если ты не имеешь власти, силы победить грех, то ты тогда отдай себя своей жене. Понимаете, да? То есть ты говоришь, я слаб в этом вопросе, и я отдаю себя своей жене, и пускай она имеет надо мной в этом вопросе власть. И также я над женою. То есть Павел говорит, что это обоюдное. И здесь апостол Павел не устраивает какую-то иерархию в семье. Он говорит, что вот она. То есть вы одинаково не принадлежите себе, но принадлежите друг другу. Это вопрос свободы воли выбора. Люди, которые живут в семье, семейные люди, они свободы выбора не имеют, потому что за них отвечает их жена, и за нее отвечает муж. У них уже нет свободы воли выбора. Они не могут позволить себе то, что может позволить себе человек неженатый. Мы вчера гуляли с одним братом здесь. Он неженатый. И он говорит, а я что, куда мне торопиться? Я могу с вами погулять. Он свободен. Мы также в принципе вели себя свободно в контексте того, что наши жены остались там на Дальнем Востоке. Мы поэтому могли позволить себе гулять побольше. Когда я дома, я не имею такой возможности. Но я и не хочу иметь такую возможность, потому что когда я дома, я всегда спрашиваю жену, дорогая, пойдем погуляем. То есть у меня нет такого желания пойти погулять одному. Я не свободен. И поэтому апостол Павел скажет, не уклоняйтесь друг от друга. И вот слово уклоняться, это означает лишать твердого основания. Как только муж уклоняется от своей жены, и я здесь не только в вопросах общения, ведь мы же говорим о грехе, там же грех есть. Здесь есть, значит, какая-то некая такая еще интимное отношение. Не уклоняйтесь друг от друга, потому что если ты уклоняешься от своей жены, то ты в зоне риска, то твердого основания уже нет. И Павел скажет это, не лишайте друг друга твердого основания. Если жена говорит своему мужу, ну все, я вот не могу, все, устал, тяжело, все, иди там сам своими делами займись. Она разрушает защиту своей семьи. И чем там ее муж занимается, это еще вопрос. Если вы не ходите, не гуляете вместе, и муж где-то гуляет один или с друзьями, это вопрос. Он уклоняется от жены. Если муж занимается какими-то делами без жены, не вовлекая ее в это, если они вместе не разговаривают о своих делах совместных, жена не рассказывает мужу, муж не рассказывает жене, то они уклоняются, и уже твердого основания брака нет. Но Павел скажет, что можно уклониться на короткое время, упражняя себя в посте и молитве. И вот вся проблема в том, что в греческом языке здесь слова пост нету, и Павел говорит, что только о молитве. Я думаю, почему так? Ну, наверное, переводчики, когда делали перевод, они там добавили пост. Вот пост-то что такое духовное? Ты с женой, но ты тогда не ешь. Или ты без жены, но ты не ешь. И пост на самом деле может длиться долго. То есть получается, что человек может три дня не есть. Все, я три дня в посте, жена меня не трогает. А если он еще будет в тайно к холодильнику подходить, то он может и сорок дней поститься. Да? Но слово молитва, кто может час молиться? Два часа? Ну, три часа? Ну, все, договорились. Муж жене говорит, ты знаешь, мне нужно много молиться. Вот дай мне три часика, я помолюсь, а потом я сразу обратно к тебе. Потому что, если я не вернусь к тебе, то сразу же, какой бы ты духовный молитвенник не был, здесь написано, тогда сатана придет к тебе и будет тебя искушать. Ты этого хочешь? Я не хочу. Поэтому не уклоняйся от жены. Будьте вместе, скажет апостол Павел, чтобы не искушал вас дьявол. Не открывайте дверь для дьявола. Третий атрибут брака – это закон. Десятый, одиннадцатый стихи написано следующее. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Все, у тебя нет выбора. Ты должен быть в браке. Выбора у тебя нет. Если разведешься, то ты уже тогда не можешь вступить обратно в брак. Можешь примириться с мужем. Жена связана законом, он скажет в тридцать девятом стихе». Посмотрите еще на тридцать третий стих. Я буду заканчивать, потому что время коротко. Тридцать третий стих. Здесь написано следующее. В конце. «Есть разновидность между замужней и девицей». Здесь тоже не очень корректный перевод. Посмотрите, современные переводы. Там написано так. «Есть разница между человеком, который женат. Он постоянно мечется. Между служением Богом и служением жене». И я нахожусь в таком состоянии. То есть мне приходится уезжать для служения. И когда мы с братьями определяем рамки своего графика, сколько мы будем отсутствовать, я всегда говорю, «О, здесь уже больше семи дней. Это уже для меня тяжело и для жены тяжело. Я не могу себе такого позволить. Десять дней – это все. Это уже на грани. Я не могу себе такого позволить. Мне нужно вернуться. Я не принадлежу себе». И вот это вот метание между служением и женою, у незамужних людей этого нет. Подведя итог. Я, конечно, пообещал, что мы поговорим о безбрачии, но я вкратце скажу, и мы заканчиваем. В итоге апостол Павел скажет, что каждый человек, женат или он, или безбрачен, он одарен всякими дарами. И его жизнь должна быть посвящена служению. Но при этом он должен понимать. То есть Павел отвечает на этот вопрос, который задали ему эти люди. Он отвечает на этот вопрос следующим образом. Хорошо ли не касаться женщины? Он скажет им так. Хорошо, если вы имеете дар безбрачия. Потому что безбрачие – это дар. И это одна из причин, почему человек может быть безбрачным. У него есть дар оставаться безбрачным. Он умеет. У него есть силы. Он умеет выходить из этого греха. Не находиться в этом грехе. Он умеет, безбрачный. Те же, кто не могут, им нужно вступить в брак. Но при этом вместе они должны служить Господу Богу. Именно с этого начинается послание Коринфянам, 1 глава, 7 стих. Так что вы ни в чем не имеете недостатка, ни в каком даровании, и ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. И заканчивается послание тем, что благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем, в браке ли вы или вне Его. Но помните, что те, кто в браке, должны служить своей жене или своему мужу, иначе ваш брак развалится, и тогда уже ни до какого служения вам дела не будет. Те, кто в безбрачии, помните, у вас больше времени для того, чтобы служить Богу, но бодрствуйте, имеете ли вы вот это дарование оставаться одиноким человеком. Три атрибута безбрачия. Я их просто назову. Первое. Первый атрибут безбрачия. Люди, которые не выходят замуж и не женятся, они умеют воздерживаться от греха. Седьмая глава, девятый стих. Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак. Это лучше, чем разжигаться. Эти люди могут воздерживаться, и поэтому они не вступают в брак. Второй атрибут безбрачия. Человек, который не женат, он принадлежит себе. У него нет забот. Ему не нужно угождать женщине, жене. 1 Коринфянам 7,32. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А вообще угождение мужу или жене, Павел даже здесь называет мирской заботой. Но это отдельная тема, не хочу сейчас ее касаться. Ну и третий атрибут безбрачной жизни. Это беззаботность. Беззаботная безбрачия дает счастье, потому что неженатый, не связан с законом. И написано, но она блаженнее, если остается так. И используется слово блаженнее. Она счастливее, если не женится. Он счастливее, если не женат, так скажет апостол Павел. Но при всем при этом, мы помним, с чего начинается глава. Братья задают вопрос Павлу, не касаться женщин. А чем глава заканчивается? Она блажение. Апостол Павел умудряется с мужского вопроса перенести все внимание на женскую половину. Она счастливее. То есть, если вы приняли решение ее не касаться, ну что ж, что ж вам запретить? Она от этого еще и счастливее будет. Ну что ж, братья и сестры, время мое подошло к концу. Еще раз напомню главную мысль этого текста. Поразмышляйте так же сами. Павел отвечает на вопрос Коринфиан, хорошо ли человеку не касаться женщины. И он говорит о браке и о безбрачии в контексте служения Богу. И вывод прост. Те, кто женаты, угождайте своим женам, угождайте своим мужьям. К этому призвал вас Господь. Но и совместно служите Богу. Найдите тот труд, который вы можете совершать вместе. Помогайте друг другу, чтобы сатана не вошел в ваш дом и не разрушил ваш брак. Те, кто не женаты, у вас огромное количество времени. Служите Богу, посвящая это время Господу. И вы счастливее тех, кто женился. Аминь. Пусть Господь нас Бога славит. Надо помолиться. Боже Небесный, я благодарю Тебя за этот чудесный текст. Непростой, много вопросов. Не на все вопросы я дал ответы. Но я знаю, что Ты за то, чтобы мы создавали семьи. Потому что нехорошо быть человеку одному. Но есть и те, кто не создают семьи. И это дар. Это дар посвятить свою жизнь Тебе, служить Тебе, оставаться безбрачным. Господь, я молю Тебя за те семьи, где произошло вот это уклонение друг от друга. Прости их, Господи, не ведают, что творят. И сатана туда уже приходит, и свои там всякие козни строит. Прости их, Господи. Помоги им вернуться к счастливой семейной жизни, укаждая друг к другу. Тех же, кто еще не вступил в брак, Господи, храни от всякого греха. Благослови их служить Тебе и трудиться для Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.